Начинай, Пашка, болит. Мне хреново. Рай дадим. Та-та-та-ра-та-та-та-а. Я такая чистоплюйка. Всем привет. Надежда Бабкина победила коронавирус. Она была в коме, но на самом ли деле она болела. Масса обсуждений в интернете. Давайте вместе обсудим в этом видео. Не подозревала, что это со мной может быть. Заболела Надежда Бабкина еще в апреле, но когда, собственно, выздоровела, да, она запела настолько эмоционально, что многие в интернете пишут, мол, это не коронавирус, а коронапсихоз. Сейчас-то у меня там как раз иммунитет. По сути, получается, что Бабкина поправилась и запела еще более энергично, чем до болезни. Опять-таки, обратите внимание, она ходит не в обычной медицинской маске, да, а в дизайнерской со стразами. У меня есть подруга Тина, она мне взяла и сделала такую маску. Она говорит, ну что ты будешь ходить в обычной? Вообще, сама история болезни, вкратце, да, говорит, побывала в театре, потом вернулась домой и вот, собственно, цитата заявила мне хреново, да. Она, собственно, это сказала на Первом российском канале в программе «Пусть говорят». Тем временем, действительно, с вирусом боролась по полной. Говорит, была какая-то специальная система кондиционирования, которая распыляла какую-то антисептию в воздух, да. Поэтому, действительно, Надежда Бабкина с вирусом воевала по полной, да. То есть, действительно, дома вот эта система кондиционирования явно отпугивала коронавирус, да, и тем не менее она заболела. В интернете же масса комментариев, люди удивлены, да, что, как она внешне сейчас выглядит. То есть, пишут, мол, сейчас Бабкина в 70 лет выглядит примерно на 40. У меня чистота идеальная. Певица также хвалила русскую медицину, говорит, это лучшая медицина в мире. И вот, опять-таки, болела Бабкина, либо нет, конечно, останется на ее совести. Ведь, действительно, важно учитывать тот факт, что болезнь, это, чувствую, протекает бессимптомно, да. Но, конечно, с Бабкиной это совершенно не тот случай, потому что, действительно, были сообщения о том, что 80% легких поражены. И как после всего этого можно так петь? «Починай, Пашка, болит. Я чувствую, что мне хреново». Говорила Бабкина, мол, сложно было дышать, были боли какие-то в сердце, да. А в интернете тем временем все больше и больше люди поддавали жару, мол, все это пиар-компания. Собственно, в такой же не так давно вбиняли и Льва Лещенко, который тоже переболел коронавирусом и лежал в российской больнице коммунарка. Ну, а когда, собственно, премьер-министр России Мишустин забоел, вот тут-то в интернете посыпались мнения о том, что вполне возможно, вот, собственно, звезды болеют для того, чтобы оправдать российский карантин. «Я думала, я уеду оттуда без трусов». Вообще же сейчас Бабкина в полном здравии, как видим, по отрезкам, как она поет, да. И в программе «Пусть говорят» она заявила о том, вот процитирую. «Башкой верчу, засовывает меня третий раз». Говорит, засунули, посмотреть легкие. Брали мазки, первый раз засунули, посмотрели томограмму сердца, молча вытащили обратно, подумали, что ошиблись. А через 20 минут, ну, закатали второй раз, закатили вернее, да, «я башкой верчу, засовывает снова и снова». То есть, представляете, народный артист Караси Надежда Бабкина башкой вертит. Засунули, да, засунули, башкой вертит. Это своеобразно. Это, ну, понятно, если где-то кто-то там необразованный человек такой будет говорить. Ну, когда-то Надежда Бабкина, это ж необыкто, да, это ж действительно достойный человек. И кто бы мог подумать, что она будет так говорить. Дальше говоришь, что через 20 минут закатили второй раз, «я башкой верчу, засовывают снова и говорят быстрее в операционную». Врачи ввели ее, кстати, в искусственную кому, пленкой все заросло и затянуло, да. Мол, 80% легких были поражены. Друзья, очень любопытна ваша позиция. Как вы считаете, может ли Надежда Бабкина вот так вот, собственно, петь, пережив такую страшную болезнь? Напишите вашу позицию в комментариях. Ну, и, конечно же, не забудь оценить это видео, подписаться на канал. Я искренне люблю и ценю каждого из вас. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. Не скучайте, не грустите и, конечно же, не болейте. До встречи.